МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вещание телеканала Люберецкого телевидения продолжает программу «Диалог с главой». В гостях у нас глава городского округа Люберца Владимир Михайлович Волков. Здравствуйте, Владимир Михайлович. Николай, добрый вечер. Быстро летит время. Вроде бы совсем недавно мы общались, встречались, много интересного рассказывали. В мае месяце это происходило. И прошло уже довольно много времени, потому что видно, что стройки идут, самые разные благоустройства. Ну и что и происходит на сегодняшний день. Потому что мы тогда как раз касались темы парков, вот таких территорий, где люди могут себя почувствовать по-другому, увидеть то, что они никогда не видели, и удивиться, что это можно сделать за довольно быстрый срок. Вот давайте мы начнем, наверное, с этой темы. Согласен с вами. Сейчас активная фаза строительства и стройка, и благоустройство. Летний период всегда насыщен объектами. В нашем городском округе и в прошлом году были открыты несколько территорий, новых территорий, обширных. Не будем на этом останавливаться. Расскажу, что делается в этом году. Конечно, самый долгожданный проект благоустройства – это Наташинский парк. И в данный момент идет активная фаза ремонта территории. В прошлом году был подрядчик, который сорвал нам все сроки, перекопал парк и ничего не сделал. Мы его отстранили от работы. В этом году ведет компания работы в срок. В парке производится полностью замена тропиночной сети. Не просто замена, а формирование новой, которой никогда нигде не было на территории парка. Соответственно, это не просто тропиночная сеть, а это серьезное обустройство под бетон. Это плита, на которой будет в последующем уложена тротуарная плитка. Это прокладка новых коммуникаций. Это канализационные сети. Это, соответственно, электрические сети. У нас установлено только новых светильников, новых опор. Будет 580, на которых будет расположено около 40 видеокамер безопасного региона, которые будут контролировать весь периметр. Вокруг водоемов делаются проходы, пешеходные дорожки. Также те аллеи основные, которые были сохранены. Но дополнительно прокладываются велодорожки, обустраиваются детские площадки, спортивные. Конечно же, будут оборудованы подходы к воде. Это такие, как причалы. Входные группы будут новые сделаны. То, чего раньше вообще не было. Да, их никогда не было. Это был просто забор. В лучшем случае это был, конечно, указатель. Наташинский парк. Сейчас это такая целая конструкция интересная будет, которая будет затягивать туда и тех, кто никогда не был в парке. Соответственно, это будет видно с дороги. Все будет очень красиво. Мы постарались сохранить все то, что было в парке и насытить, добавить еще очень много всего интересного. Парк, вся территория парка будет опутана этой тропиночной сетью, как я сказал. И, конечно же, это все будет очень интересно. Всего и не расскажешь, у нас не хватит передачи. Но тут главное понять, когда. Открытие. Да, открытие парка, так как и День города, который у нас будет отмечаться в этом году, 31 августа. Я, кстати, первый раз об этом говорю. Чуть позже мы всем жителям доведем и программу, как это все будет проходить. Но 31 августа мы будем отмечать наш День города, наш праздник. И, соответственно, в нашем Наташинском парке... То есть летом, получается, мы будем отмечать? Конечно. Прямо перед первым сентября. Хотя дети пойдут в школу 2 сентября, так как первое – это воскресенье в этом году. Следующий парк наш очень крупный, новый, которого также не было на территории нашего округа. Это парк, рожденный, скажем так, при непосредственном участии губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, к которому обратился я по просьбе жителей. И, соответственно, два руководителя, губернатор Андрей Юрьевич и мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, приняли решение и совместная территория вдоль и вокруг озера Черное. А озеро Черное, сама вода – это территория Подмосковья. Один из берегов и большая площадь, порядка где-то 15 гектар – это московская территория, а с противоположной стороны – это территория Люберец. Вот нужно было два региона, чтобы дали добро. Соответственно, решение было принято, благодаря именно поддержке активнейшей нашего губернатора. Соответственно, выделено очень серьезное средство. И в этом году начат проект благоустройства парка «Дружба». Этот парк будет соединять мост, так как гладь озера порядка 20 гектар – это очень большой земельный участок, который неудобно по-прежнему обходить нашим жителям. По просьбе жителей мы делаем очень красивый мост, не ровный такой, а плавный формы. Парковый такой, да. Да, это именно прогулочный мост будет. Вокруг озера вся территория будет благоустроена. Пешеходные дорожки, спортивные площадки, малые формы архитектурные, скейт-площадки. А это единый проект? Это или у нас свой вариант? Нет, это единый проект, реализовываем его мы. Землю на проект реализации Москва передала к нам в Люберце. И, соответственно, мы делаем весь парк. Этот парк будет реализовываться два года. В этом году начало, в следующем окончании. Так как мост, который строится, это очень серьезный инженерный объект. Это высота моста над водой порядка 4 метров. Он будет вровень интегрирован с теми проходами и подходами людей, чтобы было удобно. То есть это будет гигантская территория, на которой можно будет заниматься спортом, отдыхом, проводить культурные праздничные мероприятия. Это очень серьезный кластер, который, конечно, украсит эти два микрорайона. Это наш, Зенина и Некрасовка со стороны Москвы. А мост, получается, новый символ будет? Да, да, мост будет. На фотографиях потом будут. Мост будет, действительно, это будет визитная карточка. И такого красивого моста нет больше ни у кого. Поэтому пригласим уже на открытие моста, конечно, в следующем году. Но это может удобно же, да, для того, чтобы люди экономят еще время переходить. Конечно, вот сейчас, для того, чтобы обойти и пройти, условно говоря, из микрорайона Зенина до метро Некрасовка, нашему жителю понадобится около прохождения 2 километра по расстоянию. Когда мы сделаем этот мост, расстояние сократится ровно вдвое на километр. Ну да. Соответственно, на работу, с работы. Да еще по мосту. Конечно. Удобно, комфортно и быстро ходить. У нас реализовывается парк, который также давно ждали в деревне Марусина. Он также в этом году будет открыт с такими же рекреационными зонами, зонами отдыха, пешеходными дорожками. Также освещение с безопасным регионом будет интегрировано. Мы везде на нашу территорию выходим, рассказываем жителям о том, что будет сделано. Это тоже очень долгожданный проект. Люди ждали его уже, ну, не первый год. Соответственно, у нас есть скверы. Также за них голосовали наши жители. Это сквер в поселке Октябрьский рядом с 54-й школой и сквер в поселке Красково рядом с 56-й школой. Это такие территории недоблагоустроенные, можно так сказать. И, конечно же, мы постарались их наполнить по пожеланиям жителей, которые в этих микрорайонах проживают. Допустим, в Октябрьском это сквер примирения, который назвали сами жить. Там будет сделана такая интересная скульптурная композиция. Да, мириться все будут. Да, сцена, также лавочки, фонари, игровые зоны и так далее. А в Красково наоборот. Так как Красково школа 56 граничит с техником имени Юрия Алексеевича Гагарина, тематика была выбрана космическая. То есть все будет оформлено в таком космическом стиле. Конечно же, для детей малого возраста и для старшего поколения будут определены зоны. И всем найдется место в этом сквере. Поэтому срок окончания также все это мы открываем до 1 сентября. Также летний парк наш, который в Малаховке в этом году приступил к своему благоустройству. Это исторический парк. Особенный такой, да. Конечно, в этом парке выступали и шаляпины. Этот парк видел многих известных наших людей, композиторов, певцов. Всех звезд того времени, да. Все жили в Малаховке, да. И, конечно же, этот парк требовал давно внимания к себе. Конечно же, при поддержке губернатора все эти проекты реализуются благодаря именно финансированию правительства Московской области и личной инициативе губернатора, когда мы обращаемся. Он поддерживает нас и средства направляются. За это огромное спасибо. В этом парке в этом году будет сделано очень серьезное обновление. Он станет красивым, сохраняя исторический код свой. Конечно же, мы и будем восстанавливать тот театр, который был. Это будет инсталляция. Это будет, конечно же, четыре стены. Стены эти будут включать в себя по периметру сцену. Там также будут проводиться вечера. Также можно будет выступать. Но фактически это будет под открытым небом. Такая современная конструкция, напоминающая как раз-таки о тех временах, когда театр был на этом месте. Тем более, что там фундамент прям видно. Да, это очень красиво может быть. Фундамент сохраняем, а сверху на нем возводим такую интересную конструкцию. Все это мы показываем жителям. Кому интересно, можно посмотреть на наших сайтах. Мы регулярно проводим встречи. Баннеры размещены у подрядных организаций на объекте. Поэтому все можно посмотреть, все можно узнать. Тем более, там еще красивые, скажем так, деревья, растения, трава. Вот это все немножко не такой, как современный парк. Это важно. Давайте еще по поводу парков, чтобы завершить эту тему. Тем более, вы сами напомнили, подрядчики, они разные бывают. Теперь у нас все надежные. У вас все время контакт. Я так понимаю, вы постоянно лично курируете все эти вопросы. На всех объектах. Совещания проходят, да? На всех объектах. Буквально вчера мы были на Наташинском парке. Буквально вчера были на Черном озере. Выезды также запланированы на этой неделе на Летний парк. То есть все территории мы объезжаем. В Красково также были на днях. То есть мы постоянно, ну я лично на всех объектах бываю, но наши сотрудники, которые ведут строительный контроль, надзор, именно заместитель по благоустройству Романцова Наталья Николаевна, они постоянно на объектах, они в контакте со всеми подрядчиками. При возникновении каких-то трудностей, сложностей, они всегда возникают. Либо какие-то коммуникации появляются. Которые требуют срочного решения, как их обойти, как не нарушить ту или иную структуру. Поэтому все находятся в рабочем режиме. И благодаря этому все территории будут открыты вовремя. Ну, кстати, наш сквер «Вечный огонь», да, так назовем его, да. Знаете. Он же у нас стал победителем. Расскажите, порадуйте нас. «Вечный огонь» – это наше главное место, место, куда мы приходим и вспоминаем о наших героях. И 9 мая, и на День России, и в другие дни, конечно же, приходят наши жители, гости. И в следующем году исполняется очень серьезная дата – 80 лет победы над фашизмом. И, конечно же, 9 мая – это весенний период. Для того, чтобы мы успели подготовиться к этому празднику, так как голосование уже проходило, и жители выбрали этот мемориал как основной для реконструкции, также мы в этом году произведем ремонт именно нашего мемориального комплекса. Тем более, трасса нового ряда там все будет. Да, он будет выглядеть по-другому, интересно, современно, достойно. И, конечно же, этот проект мы по этому проекту проводили неоднократно. Встречи с жителями, совещания. Мы старались учесть все мнения, и проектировщики уже проект подготовили на обсуждение, как раз-таки основываясь на все эти пожелания. Поэтому выбран проект, определен срок, и в этом году мы его сделаем для того, чтобы в следующий год уже встретить полный готовность. С новым проектом уже, да, который будет готов. С новым проектом реализованным. Еще о Томилийском лесопарке. Потому что тоже такой важный момент. Лес – это наши легкие, и не только легкие. Вот что сейчас там происходит? Томилийский лесопарк у нас огромный. Я скажу точное место, где этот парк будет реализован. Парк также огромный, 30 гектар он занимает. Это рядом с Люберецкими карьерами, на границе с Дзержинским. Мы выходили туда совместно с главой ПАКом, Андроником Эдуардовичем, буквально два месяца назад. Встречались с жителями, показали, рассказали, что будет сделано. Там будет организована тропиночная сеть, также оборудовано освещение, спортивные площадки. Там будет проложена лыжня, так как у нас наша известная лыжница живет в Дзержинском. И, конечно же, Крыстылева Наталья также давала свои рекомендации, каким образом и как они хотели бы получить трассу для себя. Мы также встречались с спортсменами, с футболистами, с борцами. Мы со всех собрали мнение. Конечно, этот проект в этом году начинает свою реализацию. Больше подготовительной работы и проектные решения. На следующий год он полностью будет реализован. И этот парк тоже заиграет по-новому, для того, чтобы наши жители и гости его оценили. Сколько тогда получается парков у нас? Ведь как-то раньше об этом особо-то и не говорили. А теперь прям уже скоро рук не хватит. Мы очень серьезно прирастаем территориями парковыми, так как у нас только в прошлом году еще один парк был реализован. Это Лесная пушка. 115 гектар лесной территории. Очень красивый, достойный. На моменте реализации тоже многие с нами спорили, не соглашались. Но когда парк был открыт, и когда увидели, что получилось, конечно, абсолютно все согласились с тем, что это новый уровень. А почему спорят? Знаете как, есть непонимание того и думают, что сейчас лес уничтожат. Что кто-то обязательно построит либо торговый центр, либо девятиэтажку. Почему-то, ну, такие мысли. Когда мы открываем документы, показываем, рассказываем, что... Что мы еще высаживали. Как кадастр, как оставался, это Гослесфонд. Так он им и остается. Нам дали добро только на благоустройство. Поэтому, конечно, парки нужны. Это зона отдыха. Далеко не все могут уехать в связи с своей занятостью, отъехать куда-то на отдых. Поэтому, выйдя из дома, дойдя до лесной территории, можно очень с пользой для здоровья провести весь день. И опять же, мы об этом не раз уже говорили. Это в хорошем смысле слова привязывает жителей. Если раньше они в субботу, в воскресенье старались уехать в Москву, а так они сейчас коляску, удочка и пошел. Велосипед, кто-то бегает, кто-то гуляет, дышит. Для всех найдется место. И опять же, это рабочие места, в том числе и для тех служб, которые помогают отдыхать, скажем так. Но мы идем дальше. Сложный вопрос. Все мы с ним сталкиваемся. Это автодорожное наше полотно, как говорят. Это трассы федеральные, которые рядом. Это те, которые находятся между домами и так далее. И здесь у нас сразу несколько проектов реализуются. Я так понимаю, что где-то мы можем на что-то повлиять, где-то вам приходится, наверное, спорить. И с федералами, чтобы как-то побыстрее что-то закончить и так далее. Вот давайте о дорогах поговорим. Дороги действительно для нас – это наши артерии. Это основа основ. И чем быстрее мы передвигаемся, тем больше мы можем успеть. И, соответственно, если стоим в пробках, то это не нравится никому. В этом году у нас будет окончание ремонта, строительства, точнее, нового участка дороги М5 Урал. Это для нас, люберчан, попросту говоря, от моста поселки Мирный объезд вдоль Октябрьского поселка. Проходит она по полям. Это абсолютно новая дорога. Она позволит без препятствий, без пробок проезжать уже от МКАДа и заброниться туда дальше по Рязанскому шоссе. Открытие этой дороги планируется на осень. Осенью мы поедем по день. Вот такое ощущение, что как-то не похоже. Можно доехать туда уже и посмотреть своими глазами все. Это в районе поселка Октябрьского есть съезд мимо гостиницы, мимо промышленных территорий. Вправо-влево вы увидите уже построенную дорогу. Поэтому идут примыкания, идет финальная работа по стыку и привязке съездных всех поворотов. Поэтому эта дорога абсолютно точно будет открыта осенью. Это позволит, конечно, в разы сократить время пересечения, проезда и, конечно же... Ну и, скажем так, выведение ненужного транспорта, к которому надо заезжать. Конечно. С сохранением той дороги, которая всегда была через Октябрьский поселок. Дальше у нас также новая дорога строится, которая протяженность ее составляет 45 километров. Она начинается от микрорайона Зенина и идет до микрорайона Солнцево. Через все городские округа, которые проходят. Так называемая Юла. Она в активнейшей фазе строительства. И, конечно же, территория леса, когда еще полтора года назад начинала вырубаться. Это наш лес, Томилинское лесничество, когда едем в сторону Лоткарина. Многие удивлялись, что это такое. В итоге сейчас, конечно, все видят, насколько быстро построена эта дорога. Качественно. Дорога будет скоростная. Режим скоростной на ней будет составлять 110 километров в час. Безбалерная. Да, это будет платная дорога. Она строится за инвестиционные деньги. И, конечно же, срок строительства 2-2,5 года. Это рекордные сроки. 45 километров. По древнему нам, да, это будет 45 километров. 45 километров через реки, через поля, через леса. То есть она проложена абсолютно с нуля. Первый этап открытия этой дороги тоже конец этого года. Это фактически до нас. Это до Ленинского городского округа. Наш участок чуть позже будет открыт. Ну, скорее всего, уже весной. Но финишные работы уже будут проводиться, конечно, с укладкой асфальта. Поэтому эта дорога разгрузит абсолютно точно наш округ. Мощность ее. 2,5 миллиона автомобилистов в Подмосковье и 1 миллион москвичей позволит эту дорогу пропускать в сутки при необходимости, когда будет такой большой поток. Поэтому, конечно, это серьезнейший транспортный объект на нашей территории. И эта дорога позволит всем выезжать гораздо комфортнее. Также у нас основной, вот больше для горожан, для люберчан, проект, о котором говорили, вот я, по крайней мере, с детства о нем слышал, что вот-вот он начнет строительство. Но в прошлом году я пришел к губернатору с просьбой о том, что Андрей Юрьевич Люберц разделяет на две части, север и юг, всего лишь один мост. Разделяет железная дорога, соединяет один мост. И один мост не справляется, так как пробки, и даже вот сейчас, открыв первый этап Октябрьского проспекта, мы видим, как он загружен. У нас есть второй как бы проезд, это туннель. Попросту говоря, в народе у нас дырка под железной дорогой. Она в свое время была определена как скотоперегонник. И тогда, когда строился город, конечно, это был маленький туннель. Никто не планировал там передвигаться. И животные все время ходили, потому что никаких домов не было. Но город разрастался, потом сделали его автомобильным, реверсионным. В одну сторону едут, потом в другую. Конечно, он не позволяет пропускать тот поток транспорта, который сейчас с двух сторон города есть. Несовременно это, так скажем. Андрей Юрьевич полностью поддержал этот проект. И в данный момент уже начаты работы по проектированию. И мы выходим на строительство. Это 26-27 год будет окончание строительства нового моста. Не туннель, будет мост с улицы Волковская на Инициативную. Этот мост позволит, конечно же, с Октябрьского проспекта спокойно уезжать на ту сторону Люберец. И с той стороны также выскакивать и на улицу Волковской, и на Октябрьский проспект. Это разгрузит город однозначно с учетом тех микрорайонов, которые строятся. Конечно, он нам нужен просто как воздух. Поэтому это новый проект. Вот я впервые о нем рассказываю так публично. Тем более, что это историческое место. Да, все ждали этот мост. И вот этот туннель в свое время говорили. Но проектировщики рассчитали, что мост будет построить удобнее, быстрее. И он пропустит более... Да, и сейчас технологии уже немножко другие. Вот еще один вопрос, пока мы остались в Люберцах. Потому что там у нас еще, так понимаю, поговорим о других участках. Но я вот посмотрел, сейчас благоустройство идет таких территорий. Я имею в виду, это больше, наверное, касается дорожных служб. Но, тем не менее, светофоры стали появляться. И много светофоров у нас по 120 секунд. То есть вот стоишь на этом светофоре, а перед тобой ничего не едет. Это на будущее как-то делается? Будут какие-то по-другому потоки выстраиваться? Ну, такие светофоры в сложных местах, на перекрестках. Таких, как вот наш основной перекресток, здесь на Кресте больше. Мы все время смотрим и регулируем эти потоки, в зависимости от того, где собирается машин больше. Но это такой живой процесс, который никогда не остановится. Что порой один светофор разгружаем, соответственно, нагружается автоматом тот, который был до этого. Да, это сложный такой процесс, который совместно с ГИБДД ведется на постоянной основе. А как вообще вы считаете, сейчас машина полегче стала? То есть вот, скажем так, от граждан, когда вы встречаетесь, есть много вопросов по дорогам? Слушайте, ну вот, конечно, те дороги, которые я назвал, когда будут открыты, построены, конечно, вопросов будет гораздо меньше. Конечно, на данный момент вот первый этап Октябрьского проспекта построен. Он дал возможность быстро проезжать и наш главный перекресток, крест так называемый. Отличного огня до хлебозавода можно доехать теперь за 30 секунд. Но дальше, конечно, идет сужение. И вопрос открытия ремонта второго этапа, он стоит очень актуально. Поэтому в этом году мы будем стараться как раз-таки приступить к второму этапу ремонта Октябрьского проспекта. Это от военкомата до нулевого километра Егорьевского шоссе. Ну и, кстати, Егорьевское шоссе, о нем не сказали, тоже проектируется. И в ближайшее время уже начнется активное строительство нового хода, нового Егорьевского шоссе. Оно пойдет по проекту от нулевого по 100 километров, дойдет до реки пересечения Красково. И перед Красково резко через промзону будет уходить налево параллельно старой дороге по полям, по лесам. Так же, как сейчас идет М5, Урал и так далее, чтобы обойти жилые кварталы. Соответственно, дорога начнет строительство свое. И мы очень скоро увидим реализованный проект и поедем по-другому. Конечно, все это даст возможность улучшить транспортную инфраструктуру. Хорошо. Ну и, как мы понимаем, лето – это период особый. И вот к нам приходят самые разные представители разных профессий. И все рассказывают о том, выясняется, что летом все очень активно работают. Ну, немножко там отдохнули и вперед дальше работать. Но мы прекрасно понимаем, что это подготовка к новому учебному году, который совсем не за горами остается. И школы, детские сады – это всегда такой, наверное, один из главных вопросов. Поэтому хотелось бы узнать, где у нас ремонт, что в этом направлении происходит. По школам у нас в этом году достаточно рекордный объем ввода новых школ. Это четыре новые школы, в которые дети пойдут с 1 сентября. Но я начну чуть-чуть издалека. Это расскажу про новую школу в микрорайоне Зенина. Это самая большая школа в Люберцах, которая заложена. Заложена она была буквально недавно. 1650 мест. И эта школа будет построена к 1 сентября 2025 года. Она в стадии строительства. Компания «Самолет» ее реализует. Это объект, который разгрузит тот микрорайон. Там сейчас и новые школы, и новые сады построены. Но еще дополнительно, конечно, объект очень нужен. Перейдем к тем школам, которые в этом году мы открываем. Это новая школа в Томилино-парк на 900 мест. Это новая школа в Красково – 1100 мест. Это новая школа в микрорайоне 1-й Лермонтовский – 1500 мест. И школа на 8 марта на улице – на 1170 мест. В среднем везде 1000 или более 1000? Да, у нас только одна – 900, остальные – 1500, 1100, 1170. Это новые современные объекты. Современные во всех смыслах. Это, конечно, инженерные мысли. Огромное стекление. Это времена года у нас все-таки в большей степени темные. Конечно, когда стекло в классе позволяет принимать даже те лучи солнца, которые не так часто продеваются. Это, конечно, приятнее, это интереснее и для здоровья полезнее. Конечно, эти объекты наполнены всеми инженерными системами. Это сигнализации, это оптиковолокно, это компьютерные классы. В каждой школе – это огромный пищеблок. Фактически, это такой ресторанный комплекс. Свой собственный. Да, когда мы строим, и не только в школах, это и в садах. Это холодный цех, горячий цех, это камеры морозильные, это марметы, которые раздают линии автоматически. Это серьезнейшее оборудование на кухне. То есть это оборудование позволяет готовить на новом уровне, быстрее, качественнее, полезнее. Все это в каждом объекте есть, все это наполнено. Конечно, в классах – это классы, наполненные всеми технологиями образования, которые сейчас есть. Это и компьютеры, это если класс химии и физики, это с подводом всех коммуникаций. Это, конечно же, интерактивные доски. Также обязательный акцент на спортивное воспитание наших детей. Это шикарные залы, огромные, спортивные, с инвентарем, с тем… Ну территория же спорта, мы не без этого. Конечно, конечно. Территория, с которой ни один десяток спортсменов именитых выходило, наверное, даже и сотни. И опять выйдут. Да, абсолютно точно. С таким фондом образовательным абсолютно точно, что наши ребятишки будут давать потом и… Результаты. Да, результаты такие, серьезные достаточно. Конечно же, это актовые залы, в которых творчески также себя дети будут проявлять. Поэтому объекты все в стадии завершения, они фактически на получении лицензии находятся. Все объекты будут открыты 1 сентября. На этом мы не останавливаемся. У нас также и те объекты старые, школы аварийные, которые необходимо было приводить в порядок, проводить капитальный ремонт. Такие школы у нас также каждый год ремонтируются в этом году. Это 18-я школа. Она небольшая, полторы тысячи метров. Там порядка 120-180 детей ходят. Тем не менее, она также проходит активную фазу ремонта и также будет открыта 1 сентября. Помимо этого, я скажу, что на 59 объектах наших образования идут ремонты. Ремонты окон, сантехнического оборудования, классов. Общее финансирование 235 миллионов мы выделяем на то, чтобы в этих школах по потребностям, которые дают нам педагоги, проводились ремонты текущие. Они также проходят. Поэтому кипит везде такая строительная жизнь летняя. И важно, чтобы к 1 сентября, ко 2 сентября в этом году, 2 сентября все идут, ко 2 сентября, чтобы все было готово в срок. Ну и детские садики, вот вы коснулись капитальных ремонтов. Да, ведь это показатель, вот вы когда называете цифры, тут как ни крути, это говорит о том, что даже если мы на вырост пытаемся делать, да, население увеличивается. Это говорит о том, что если школа на 1000-1500 мест, то и садики, наверное, с каждым годом будет необходимость увеличивать количество мест. Как у нас тут с этим делом? Конечно. Буквально на следующей неделе мы откроем новый детский садик на 170 мест. Это современное такое трехэтажное здание, также с медицинским блоком, отвечающий всем требованиям дошкольного образования. На этом мы не останавливаемся. И в канун, начало самого учебного года, откроем еще два садика. На улице Красноармейской на 120 мест, а также детский сад на 140 мест в микрорайоне Зенина. Ну и в жилищном комплексе Люберцы парк детский сад заработал уже в марте. Это садик Желебино парк. Мы его открывали также с родителями, с детьми. То есть процесс не останавливается, и мы постоянно... А что родители говорят, вам понравилось, пишут, какая-то обратная связь есть? Конечно. Но мы же понимаем, что новый микрорайон заселяется на 90% молодыми, активными людьми, и всем нужно бежать на работу, заниматься своими делами. Если садик расположен в шаговой доступности, школа, сад, конечно, ребенка направил, сделал свои дела и успел вернуться. Соответственно, день КПД, твое личное, оно возрастает в разы. Если этого объекта нет, приходится заниматься ребенком, думать, как провести время. И ты уже не можешь ничего планировать, кроме воспитания ребенка. Поэтому, конечно, когда открываются сады, школы, все очень позитивно это воспринимают и планируют свой день уже гораздо обширнее. Ну, в завершении, как бы мы с вами уже перешли экватор лета, да, такой, как-то лето всегда ждут люди, надеются, что вот прет лето, как-то все станет хорошо, отдых и так далее. А потом наступает середина лета, и потихонечку мы входим в осень. Вот если подводить итоги, потому что мы часто встречаемся, и вот могут посмотреть наши телезрители, это не просто у нас какие-то бумаги, да, здесь находятся, а здесь прям конкретные объекты, вот все цифры, места, количество людей, это очень важно, это судьбы людей. Как бы вы, вот подводя итоги полугодия этого 2024 года, что можно сказать главного для наших телезрителей? Знаете, мы все время пытаемся держать руку на пульсе. Губернатор ставит перед нами задачу быть ближе к людям, снимать информацию и потребности, те, которые необходимы людям формировать свой рабочий план и делать тот или иной объект на основании пожелания людей, потому что пользоваться потом этими объектами здравоохранения, образования, благоустройства будут наши жители. И какой смысл принимать решение, сидя в кабинетах, не посоветовавшись с нашими жителями. Соответственно, для нас акцент в работе, для меня, для всей команды, это основа, это встреча с жителями. У нас очень удобный формат так называемых выездных администраций, когда мы раз в неделю, в основном это по средам, по четвергам, выезжаем на территорию, определяем место, куда ехать только по просьбам жителей. Если есть какая-то проблема, мы видим на территории города, у нас есть центр управления регионом, мы видим проблематику и смотрим, что скопление, допустим, большое количество жалоб начинает копиться в каком-то микрорайоне. Мы туда выходим, собираем эту информацию, дальше принимаем решение и в последующем, как правило, эти проблемы растворяются. Поэтому, конечно же, встречи с жителями – это основа основ. Самое главное, на встречах не просто встретились, посидели и разошлись, а каждая встреча фиксируется через протокольную службу. Мы стараемся каждое замечание, каждое предложение зафиксировать, взять контакт заявителя жителя и, соответственно, потом получить обратную связь. Вот эта работа, она для нас очень важна. Мы только за этот год провели более 25 встреч, вот таких выездных администраций. У нас еще есть срочные встречи, когда неотлагательно, ну, бывают случаи аварийных ситуаций, либо какие-то напряженные, когда мы выезжаем и без каких-то предупреждений. Прямо как скорая помощь. Как скорая помощь, да. Но если мы этого делать не будем, конечно, проблемы будут копиться. Ну, вот не каждый же глава едет к своим жителям, да, он может сидеть в кабинете, решать вопросы. Почему вы считаете нужным лично с людьми разговаривать? Я на самом деле думаю, что на территории Московской области каждый глава старается выезжать. Но вот нас тоже ретингуют и смотрят, кто сколько раз с жителями встречается. Я хочу сказать, что Люберцы в этом плане, лидер среди городских округов по Московской области, мы как раз-таки очень активны. И это дает свой результат, как я уже сказал. То есть мы не копим проблемы, мы их решаем на земле быстро, качественно и стараемся не усугублять их. Вот. Ну, а еще раз акцент нашей работы, хочу сказать, и он всегда был и останется, это наши жители. Самая главная наша ценность – это человеческий капитал. Есть люди, которые дорожат нашим городом, как вы сказали иной раз, и раньше искали, куда нужно выехать. Сейчас мы снимаем обратную информацию и видим, что в выходные наши жители планируют пойти в те парки, которые мы построили. Не хотят уезжать из города. Да. Принимают участие в тех мероприятиях, а у нас, допустим, центральный парк уже на протяжении двух месяцев, в каждые выходные, суббота, воскресенье проводят тематические спецпрограммы, на которых интересно прийти людям возраста и среднего, и детям, и старшим поколениям. Каждый найдет по интересу. И это не только один объект. Соответственно, мы эту программу будем расширять для того, чтобы всем было интересно, для того, чтобы люди жили, ценили, любили свой город. И от этого он становился только современнее, интереснее, краше. Владимир Михайлович, большое спасибо, что посреди лета, что называется, нашли время прийти и рассказать, подвести такой сообразный итог полугодия. Я понимаю, что скоро мы тоже увидимся, потому что впереди начало нового учебного года. Честно говоря, я вот до сих пор не могу в хорошем смысле успокоиться. Такое количество школ, такое количество мест – это значит, что работы еще предстоит очень много. Много будет новых людей, которые будут тоже здесь жить и работать на благо нашего городского округа. Так что до встречи в ближайшем будущем. Хорошо завершить лето. Ну и напомню, что это была программа «Диалог с головой». Владимир Михайлович был гостем нашей программы сегодня, рассказал. Ну и не забудьте, теперь в субботу-воскресенье, если вы, например, в отпуске находитесь, вы можете сходить в парк. Некоторые откроются скоро, а некоторые уже работают. Так что хорошего отдыха, чтобы потом хорошо работать. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!